Сегодня после захода солнца иудеи у всех свету начинают означать песок. Свято связанное с наиважнейшей падеей, якое лечит початком истории еврейского народа. Дело в том, что очень часто люди неправильно понимают, в чем значение этого праздника. В 70-80-е годы были очень популярны демонстрации напротив дипломатических представителей Советского Союза с просьбами отпустить советских евреев в Израиль. Люди там шли с лозунгами «Отпусти народ мой». «Отпусти народ мой» – это слова, которые Моисей обратил к фараону с просьбой отпустить еврейский народ. Но этой фразой есть продолжение. Сказано «Отпусти народ мой, и послужит он мне». Без того, что послужит мне, нет смысла в свободе, потому что абсолютной свободы не бывает. И если человек, выйдя из одного рабства, не понимает, что с ним произошло, зачем он это сделал, он сам, того не замечая, очень часто попадает в другое рабство. Самый старожитный из иудейских святов, по мать 3300 год, зрозумела мое символы – самых вядомых маца. А для початок – спаление хамца, символичное очищение. В дни этого праздника, в 8 дней, нам нельзя употреблять продукты закваски и брожения – хлеб, макароны, пиво, водку, виски и так далее. Более того, поскольку мы весь год привыкли к этим продуктам, мы должны тщательно их искать, чтобы случайно во время праздника не обнаружить этот продукт и по привычке не съесть, а потом мы их уничтожаем. Все это символизирует то, как мы себе, в своем характере, в своих поступках ищем неправильные вещи, то, от чего нужно избавляться, то, с чем на свободу идти не нужно. Поэтому мы в Песах кушаем именно мацу. У маца нет закваски, там есть только чистый продукт, только вода и мука, ничего лишнего. Поэтому маца, она символизирует свободу. Одно из названий праздника Песах – это праздник свободы. Просто мы стараемся постоянно подчеркивать факт, чтобы не концентрироваться на выходе из физического рабства. После Песаха еврейский народ очень много был в рабстве. Неоднократно были какие-то тяжелые ситуации, было уничтожение, было все. Но та духовная составляющая, тот стержень, который мы получили, мы, благодаря этому, мы смогли сохраниться много лет. И у каждого поколения повинен яурей отшить себе так, как он сам особисто здесь не увезти из Египта. Вызвали усатрабство. И вся система юдаизма заснована на памяти про заход, с добытцем земли заповедной.